всем большой привет добро пожаловать на канал сегодня воскресенье я дошла знаете на улице такой мокрый снег ты идешь у тебя на ноги прямо такими большими комками на все на подошву на налипает и возле подъездов где консьержки убрали в снег видимо это ходит входит в их обязанности либо их просто заставляют чистить перед подъездами есть дорожки в общем там асфальт и ты идешь и упаешь чтобы стрясти этот снег с подошвой чтобы легче было идти потому что ноги килограммовые становятся и консержка стоит так нахмурилась так смотрит типа чего тут топайте я тут почистила вот и топайте а другого выхода нет либо мне придется эту это весь вот эти вот весь снег нести в подъезд просто другого выхода нет как перед подъездом потопать и так плохо и так плохо и я их понимаю тяжело им в такую погоду вообще это в их обязанности не входит мне кажется вообще мне соседка открыла глаза можно сказать открыла что мы у нас платежки есть содержание общего домового имущества есть строка консьерж так вот оказывается что за уборку консьержки получают дополнительные деньги к своему окладу с графы содержание общего домового имущества вот но нам почему-то консьержка всегда жалуется что вот мне да это за это не доплачивать что я вот хожу типа перед лифтами мою и ваши площадки в тамбурах мою типа мне за этого не доплачивать ну как не доплачивать вообще должны потому что в обязанности они просто должны сидеть и как бы трафик контролировать кто зашел кто вышел если там какие-то заявки принимать если где-то лампочка перегорела и лифт сломался или еще что-то а вот уборка это все содержание общего домового имущества мне кажется короче это только знают управляющая компания и вот эти все нюансы сейчас открываются как раз после того как сменилась управляющей компании что оказывается то им за это и вроде как не доплачивали а должны были сейчас я покажу что я купила что я купила у меня сегодня две клиентки а еще одна пишет но я не пойму чё она хочет вообще вообще ничего не понятно я спрашиваю что конкретно вы хотите она не отвечает нет вы мне сначала скажите когда свободное окошке есть так мне надо понимать какая у тебя услуга чтобы понимать по времени где хватит окошко на тебя вдруг у тебя там руки-ноги или или ноги или что-то сложное там наращивание не знаю у меня нету такого это сейчас скажу что у меня там на какое-то число есть окошко а ты придешь а оказывается что я и не успею поэтому я спрашиваю что конкретно вы хотите какая услуга конкретно вас интересует нет вы мне скажите свободное время а я уже потом решу очень странно вот значит две клиентки и вот это вот никак не распределиться по всему месяцу как с новым года идет в эту после 20 числа от загруженность до 20 свободненько после 20 вот они прям плотно все записаны у меня вот завтрашнего дня по три человека и не получается их распределить как-то равномерно не заставишь их пораньше записываться 1050 я вам сейчас еще успею показать свои покупки сразу взяла ножницы открываю сейчас следующую вторую включу первая коробка и это и это сейчас будете писать что я хочу больше чем зарабатываю но это все действительно необходимо и на эти карты заложены деньги сфера для чистки инструментов моя уже закончил давно средство мою поэтому я взяла надо было конечно литровую взять бутылку потому что здесь 500 миллилитров она быстро заканчивается ржавчина всякая грязюшка все инструменты очищаете вы знаете потом полотенце бумажные для клиентов они не они вытирают руки только бумажными одноразовыми полотенчиками кто выбрасывают сливушки для кофе кончились тоже как без этого необходимо вот такие универсальные влажные это я в пятерки делаем перекус зерновой хлеб с плавленым сырочка у меня будет лежать в холодильнике вот так вот если я приду без обеда то можно будет перекусить и желаю еще если это тоже необходимая покупка для быстрого укрепления это гели глобан 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 глобал фэшн кто в курсе тот знает что это очень удобный жидкий крепкий материал которым удобно работать укреплять ногти и очень классные цветники также брала на вайлдерис но там идет официальный представитель видите с такими наклеечками номер 10 для какой-то он слишком коричневый вот плохо передает либо компьютер либо у них на сайте уже неправильно цветовая гамма загружена и наклеечки тоже сердечки вот знаете такие дизайны есть где типа фольга или сверху сердечко тут уже готовый слайдер такие ну как вот не взять нет это еще не все я еще взяла вот такой гель это специальный гель как вам показать вот так это специальный гель для протезирования ногтей от биотек это самый доступный по ценовой категории гель который можно приобрести именно для протезирования но не только по ценовой категории а вообще вот найти гель который подходит для протезирования ногтей можно также его и на кожу наносить у него хорошая сцепка и в общем он специально для этих целей и создан был вот такой вот я брала на озоне есть он еще на вальдерис но на озоне было дешевле поэтому взяла назван глобал фэшн я специально взяла два бутылька это 12 миллилитров и 30 миллилитров чтобы потом доливать переливать вот эти вот флакончики очень удобно но здесь всего 12 миллилитров поэтому так вот переливашками потом заниматься нужно открыла окно выключила отопление последний раз я здесь замерзла в этот раз опять жарище потому что включила отопление выключила батарея открыла окно сейчас немножко проветрю так хочется сюда телевизор макс говорит забери из дома но как я могу но как я могу из дома забрать это получится что либо в зале ну хотя мы в зале очень редко смотрим телевизор вот кстати из зала можно его забрать там практически сейчас не живем только кухня и спальня вот с кухней не вариант со спальня тоже он стоит мы его не смотрим а если и включаем то включить включаем вот этот вот на стену который проектор если по вечерам и вот так вот соберемся посмотреть какой-то фильм так что в принципе можно из дома забрать телевизор а ноутбук домой забрать монтировать кстати у меня полетела программа на которой я монтировала видео новая видео suite не работа она работает но она сохраняет файл в каком-то формате в котором потом сама не может открыть ни другое приложение и редакторами и проигрыватель не может открыть формат этого файла сохраненного видео у меня вот так вот несколько видео которые я заранее монтировала так это вот ногтевые обзоры распаковку заранее там работу заранее а ними кусочками смонтированы сохраненные так они теперь нигде не открываются я вчера в новой программе сидела это все заново монтировала изучала эту программу и что самое обидное что movavi у меня была лицензионная версия за которой я платила деньги плюс еще я покупала отдельно туда все спецэффекты они там наборчиками шли их надо было докупать отдельно и я пользуюсь уже четыре года наверное если не пять это про этой программы и если выходил обновление то покупала обновление потому что бесплатно они тоже не обновлялись и тут вас такая подстава если раньше возникала ошибка там сразу можно было но программка сама выдает окошко ошибки и говорит отправить разработчикам и они сразу видели где какая ошибка исправляли ее то сейчас появляется окошко что возникла ошибка когда ты вот этот сохраненный файл скидываешь программа его не может свой же файл прочитать пишет что возникла ошибка отправить разработчикам нажимаешь кнопочку отправить а там как будто все обрубили соединение никуда это сообщение уже не уходит что происходит почему такая несправедливость вы взяли деньги за эти приложения вы прекратили их обслуживать может быть это у меня что-то случилось не знаю поэтому я сейчас изучаю новую программу возможно будут новые какие-то спецэффекты заставочка моя конечная поменяется потому что я уже не смогу ее вставить она осталась в старой программе в старом редакторе так что будет какое-то что-то новенькое теперь будет в моих влогах я думаю вы уже заметили в начале видео кнопочка подписаться поменялась все хватит болтать жду клиентку девчонки сейчас только что так грохнула что-то видимо тает снег и сверху вот какие-то вот эти большие куски снега со льдом падают я же перепугалась и скачала клиентка опаздывает она на 1130 записано уже 1135 поступает очень много однотипных вопросов и не обижайтесь если я не отвечаю на них в комментариях потому что отвечаю во многих видео и так вот то можно посмотреть я же кабинет снимаю можно подглядеть что за штатив вот такой штатив у меня я конечно ответила девочки что я уже не раз уже о нем рассказываю показывала это стойка для микрофона брала я я уже не помню где брала мне прям отдельное видео если я делаю распаковку где я устанавливаю телефон где он у меня грохнулся чуть не разбился короче видео весело получилось и и и и и и и и Девушки отдыхают. Ну, наверное, как вот это, да, получается у нас? Как у вас вот это получится, например, эти такой вещи делаем? А просто если оставлять длинный квадрат, это надо будет донарашивать вот эти стенки? А, нет, давайте тогда не будем ничего там обречивать. Девушки отдыхают. Я только освободилась. Время 20 минут шестого. В 11.30 мы начали. Значит, первое. Я забыла, что у неё педикюр. Я думаю, уже и ручки сфотографировали, уже всё. Она уже оплатила. И теперь такая и сидит. Я говорю, а всё? Она говорит, а педикюр? Я говорю, у нас же педикюр ещё. Она говорит, ну да. Я говорю, блин, я забыла. Хорошо, что у нас время осталось. Но это время уже впритык. Прям я без обеда. Только пальчики у нас были. Всё, обработала ей пальчики. Тут же она слазит с кресла. Звонок в дверь. Следующая пока протёрла. Пока усадила. Без перерыва сразу сделала ей. Но тут у нас были миндали. И нам захотелось квадрата. И ведь я же ей сказала, что чтобы без достраивания, чтобы без ничего, нам нужно сделать коротенький квадрат. Но она вроде как согласилась. Но было видно, что она хотела длинные ногти. Потому что она мне показала фотографию. Там как раз был френч. И там были длинные ногти. Ну я думаю, ладно, сейчас посмотрим. Спилю покрытие. Спилила покрытие. Естественно, там нужно достраивать. Потому что мало того, что был миндаль, так ещё и ноготочки свои скручиваются. Ну я давай, значит, этим гелем. Гелем от Блум. Давай вот прям этим же гелем начала достраивать стенки. Потом начала выравнивать. Потом это всё опил. Сделала квадрат. Красивый. Сделала френч. Всё сделала. Покрыла топом. И тут она говорит. Я хотела, чтобы они были более белыми. Они получились какими-то прозрачными. Они не получились прозрачные. Они получились молочные. Молочная основа и френч. А она хотела, чтобы они более плотные, более белые. Я на топ начала выкрашивать молочный топ. Но я не знаю. Я ей показала. Я говорю, вот так вот сделаем. Она говорит, ну да, давайте. Потому что прям очень прозрачно. Ну там не прозрачно. Но вы знаете этот материал. Там не может быть прозрачно. Он не плотный. Он не белый. Но он молочный. Так как у него на фотографии был. Ну вот мы и просидели три часа. Три часа. И я не взяла за достраивание углов. Потому что это была моя инициатива. Потому что она уже согласилась на короткие ногти. Квадраты. Но я вот видела по ней, что она хочет длинные ногти. Она уже потом сидела. Такие короткие. У меня такие толстые пальцы. Пухлые пальцы сразу встали. Но хотя у нее были ногти не короткие. По сравнению с тем, конечно, что было. Они короткие. Половину я убрала. Но это не короткие. Не тот квадрат, который должен был быть. Короче, она не заценила моих стараний. Плюс еще я за это денег не взяла. У меня просто как получилось укрепление. С Френчем. Без вот этих вот всех достраиваний, донаращиваний. Я так устала. Все. Никаких инициатив. Клиент, если согласен, все. Если он не согласен достраивать параллель. То, что я и сказала. Если хотите оставить длину, то мы сейчас будем достраивать все. А она говорит, ой, нет, не надо. И я уже потом поняла. Она сейчас быстро собралась, убежала. Я потом уже поняла, что она торопилась. Она сидела и молчала. Пока я это все сделаю. Короче, мы друг друга недопоняли. А вернее, я хотела сделать то, что ей хотелось. А ей это вовсе не хотелось. У нее было в приоритете время. И она была согласна на короткие квадраты. Вот. Я сама перемудрила. Сама виновата. Сейчас бы я с ней за два часа спокойно. Этот лишний час я просто себе устроила геморрой. Вот с этими параллелями, достраиванием, выравниванием. Она была согласна на такой зауженный квадрат. Чего я вот вообще поражаюсь сама над собой иногда. Зато первую работу я сняла. И будет какое-нибудь отдельное видео. Ох, мы там стемпинг забабахали. Она уже в последний момент согласилась. Я же подумала, у меня нету больше педикюра. Смотрю. О, у меня еще полчаса. До следующей клиентки. Ну и можно сейчас еще и сделать стемпинг. Молодец. Ну хорошо, что у меня ноги не сложные. Пальчики. Мы быстро все сделали. Покажу, чем работала. В качестве подложки я сейчас на всех использую вот эту базу, пока она не кончится. Рабер база от Patrice Nail. На первой девочке укрепляла ногти гелем от Global Fashion. Новенький, номер 10. Выкрашивали мои ногти серым оттенком. Быву 92. И мне кажется, она была спросила 99. Сейчас я гляну. Если 99 тоже серый, значит она меня точно просила. Нет. Нет, значит у меня все нормально с головой. Просто в последнее время выбирали 99, а он оказывается бордовый. Поэтому я что-то увидела 92, думаю, ой, по-моему она 99 выбрала. Нет, все правильно. И у нас так получилось, что она выбрала светоотражайку, вот эту от МИИС. Она на типсе серебряная. Но так как мы наносили на такую нюдовую подложку, естественно она тоже стала нюдовая. И чтобы как-то сочетались серый нюдовая светоотражайка, я поэтому решила сделать стемпинг черного. Она согласилась и получилось вполне удачно, на мой взгляд. И на второй мы укрепляли ногти от Blum седьмым номером молочным гелем. Подложка также была прима. Френчик рисовала Mail Republic 3 0 для Френча. И покрывала все топом и там, и там от Эсте. Ну и единственное, что в случае с Френчем, сверху я еще от Мистик прошлась молочным топом. Если бы вы знали, как я хочу поменять кресло. Очень сильно. Еще смотрю, когда вы пишете, что там клины обсуждаете, что немножко повыше было. Я вообще... У меня здесь нога хорошо поднимает. Ага, поднимается. Хорошо. Вот, видите, как пятка поднимается и клиенту удобно. Потому что как раз получается, что у меня вот эта часть широкая, где клиент сидит. Вот эта для попы часть большая. И они, если до конца сядут, то как раз на голову здесь раз и наверх смотрят. Никакого клина не надо. Меня больше интересует клин. Это когда пальчики обрабатываешь. То есть, когда нога согнута в коленке, у них устает ножка. Поэтому меня больше это интересует. Если можно было бы вот так согнуть ногу и сидеть. Вот если клиент будет не такой клиент, а другой, вот как на ресничках. Он прям треугольный. Этот он какой-то вот такой. А мне, наверное, кажется, что нужно треугольный, чтобы под коленку. Я надеюсь, вы поняли, что я говорю. А вот эти штуки меня уже просто достали. Просто достали. Я каждый раз занимаю. Очень мало девочек, которые прям с длинущими ногами. В основном все такие стандартные девочки приходят. И все, они, получается, сгибают. И вот здесь вот пальчики. Вот это каждый раз приходится убирать. А у других кресел я видела. У них вот эта часть короче. Она вот так вот где-то. Остальное вот это вот такая подушечка полукруглая. Побольше, пошире. А у меня, получается, вот эта часть длинная. Вот эта маленькая. И я вот все смотрю, смотрю на другие кресла. Но думаю, нет, я еще не заработала. Как я вообще могла забыть, что у меня сегодня дедикюр? Никто не знает. Убираем всю коснительку. О, шарик основала. Мусорку убираем. Ой, коробка стопнула в машину. Иду на мусорку. Мусор, осталька. Брюшки. Мастера маникюров. Такие хрюшки. Время, значит, полседьмого. Я поперлась в СДЭК. Смотрю, закрыто свет горит. Она полы моет. Так с возмущением на нее смотрю. Думаю, что она закрылась. Потом смотрю, график работы до шести. У меня же сейчас в голове, что сегодня рабочий день. Это у всех нормальных людей выходной. На закресенье у меня тут рабочий день. Стаю возмущаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok